Поговорим на темы личных отношений, которые интересуют вас, и вы спрашиваете об этом. И с чего я хочу начать? С того, что психически здоровый человек не хочет жениться, не хочет замуж выходить. Это человек, который обрел гармонию, мир, покой, любовь к себе, мудрость и стал человеком самодостаточным. Великое слово – самодостаточность. Человек, который обрел, стал источником счастья для самого себя. Который наслаждается своим одиночеством. Который ничем и никем не обусловлен. Отношения – это, в большинстве случаев, это обусловленность. Потому что человек чувствует, что он неполноценен. И это чувство неполноценности, оно, ну вот, в молодости особенно присуще. Поэтому люди хотят быть вместе. И, как бы, эту собственную неполноценность они преодолевают. Комплекс неполноценности. Ну, мы знаем, что вот у Адлера есть замечательный анализ воли к власти. Которая связана как раз с чувством, с гиперкомпенсацией комплекса неполноценности. Потом мы знаем, что очень многие не гиперкомпенсируются. И власть становится наркотиком. То есть, они становятся зависимыми от власти. И происходит уродование, уродование человека. То же самое, да, когда власть уже воспринимается как зависимость. И человек просто упивается этой властью над другими людьми, да, начинает, что, унижать, умолять человеческое достоинство других людей. Начинает злоупотреблять властью. То же самое в отношениях. Сначала это гиперкомпенсация комплекса неполноценностей, чтобы не быть одному, чтобы разделить с кем-то. Потом что? Начинаются вот эти вот семейные проблемы, да, злоупотребление этими, я бы сказал, привычками. То есть, семейная жизнь, это может быть вредной привычкой, если люди несчастны в этих отношениях. Вот ревность, например. Почему мужчины ревнуют? Мы, многие что, обвиняют мужчин в ревности? Это неправильно, потому что по статистике чаще изменяют женщины. И вот отсутствие доверительных отношений, честных отношений, и порождает эту ревность. А что там у женщины на уме? Ведь она же не говорит правду. Она не говорит, куда она пошла, чем она занимается, с кем она встречается и так далее. Мужчина не доверяет женщине. И отсюда у него ревность. Поэтому здоровые отношения, они прозрачные, транспарентные, да. Вот это вот полная прозрачность. Что, в принципе, нужно вообще и в обществе тоже. Там, где я живу, тут любят все по-тихому делать. Либо все настолько наружу, вот СМИ, вытаскивают всю грязь. Но это не прозрачность все равно, потому что прозрачность, в принципе, вот она достигается чем? Во-первых, честным отношением к себе и к другим. Вот научиться не лгать себе. Показуха – это ложь. Вот показуха, да. Показуха. Почему показуха происходит? Да потому что люди боятся презрения. Презрительного к себе отношения. Не хотят, чтобы их презирали. Вот там, где вот страны, которые переболели этим вирусом, коронавирусом, вообще вирусными заболеваниями, постоянно болеют. Причина их – это мысли, это презрение к людям. Презрение к людям. Вот там первые места, да, презирают людей. Делят на богатых и бедных и так далее. Вот презрительное. Отсюда показуха. Чтобы, не дай бог, меня не презирали из-за того, что я бедный. Поэтому я возьму кредиты, я буду носить брендовую одежду, буду как все. Но только не презирайте меня. Я такой же, как вы, да. У меня все то же самое есть. Вот цена этого всего. Да, это моя потерянная жизнь. Это мое здоровье потерянное. Это неудовлетворенность. И вот люди начинают это терпеть. Все. Ради того, чтобы впечатлять других. Ради того, чтобы вот эту обусловленность терпят, да, зависимость. Ради того, чтобы их не презирали. Страшная вещь. Потому что люди, что, шарахаются, да, от других. Вот есть это. Не дай бог, эту лярву не подхватить, эту негативную энергию, эти низкие вибрации, это вот неудачу, неуспех. Да, вот такие суеверия. Люди же суеверны. У нас только кажется, что вообще вера и суеверие очень близко находятся. У нас, нам только кажется, что мы, там, атеисты, допустим, неверующие. А на самом деле у людей куча предрассудков, куча суеверий, куча мракобесия. Вот этого непросвещенности, недоразвитости, закомплексованности, да. И это проявляет себя в виде веры, там, в деньги. У нас все считают, бог сейчас, мамона, мамона, да, вот, поклоняются деньгам. Это тоже миф. Вот сейчас вот напечатали денег, и будут еще печатать. Но пока люди верят в деньги, это будет все продолжаться. Вот в Советском Союзе рубли, да, люди работали, отказывали себе во всем, копили эти деньги на машину, которая не стоила столько. Но все равно, да, копили, копить, работать, вот ставили эти цели. Издевательство было над людьми, правительство издевалось. Чтобы те только, вот, какая коммунистическая идея это была? Доверили в деньги. Какой же здесь коммунизм-то? Коммунизм-то отсутствие денег. Вот, копили на машину, кооперативную квартиру и так далее. Да, и что потом, копили-копили деньги, они обесценились, и все, их не стало. Люди веру потеряли. Потому что люди веру потеряли в свою, в свою идеологию, в свое государство. Все, не стало государства идеологии. И они поверили в другую идеологию, капиталистическую. И капиталистическое бьет. Я, бьет очень больно. Вот сейчас депрессии растут. Я просто, я это замечаю, ко мне люди обращаются. У меня группа есть. Вот, группа знакомств у меня. Очень много депрессивных людей, лягушек. И вот, один человек, там, одна женщина сделала пост. Недавно, на тему. А какие у вас негативные качества характера, черты характера? И люди начинают писать. Вот такое, такое. Я ненавижу людей, я тоже ненавижу. Вот, откровенно, вот этот негатив льют. Ненависть, токсичность. Ну вот, подобное притягивает, подобное притягивает подобное. И они упиваются этим, эти лягушки. Ну, что хорошего-то? Собирают негатив. Ищут подтверждение своим негативным мыслям. Ловушки негативного мышления. Они сами в этих ловушках и расставляют их для других. И они никогда не вылезут оттуда, если они не займутся собой. Работай над собой, там, психотерапией. Значит, что? Пожалуйста. Находят себе подтверждение. А в таком состоянии. Вот это обусловлено с негативным мышлением. Отрицательными эмоциями. Негативными чувствами. Пожалуйста. Ну, я слежу за этим. Так, удаляю периодически пасты лягушек. И, в общем-то, такую терапию коллективную цифровую онлайн провожу. Значит, настраиваю на позитив. Но, большая работа, это вообще. Лучше, конечно, индивидуально работать с человеком. Но, за это же надо платить. Люди предпочитают потратить деньги на на то, что их обусловливает. Больше привязаться еще. И еще больше страдать. Вместо того, чтобы освобождаться. Вот это вот освобождение. Да. Это вот идея. Быть свободным. Жить легко, красиво, свободно. То есть, быть независимым, самодостаточным. Так вот, брак, семья, это тоже форма обусловленности. И, да, вот, люди вступают в брак, они находятся на минус первом уровне треугольника Карпмана. Мы знаем, да, преследователь, жертва-спасатель. И вот они так и живут, и живут, и живут. Опять же, товарно-денежные отношения. Отношение к человеку как товар. Вот мать хочет пристроить свою дочку, да, может быть, дочку, у которой там, ну, психологические проблемы. Вот она хочет выдать замуж, избавиться от нее, чтобы она уже жила самостоятельной жизнью, но на самом деле она при этом ее контролирует. Это мать, авторитарная мать, контролирует эту дочку и говорит, что ей делать. вот эта дочь, она не выходит замуж по собственному выбору сознательному, по любви, по... потому что она встретила человека, она полюбила, да, вот эта гармония семейных отношений, она не знает, что это такое, у нее не было примера. Мать ее просто выгнала из дома, по сути, говорит, вот все, иди, давай, и там, что будет, как будет, так и будет, мы уже там половим рыбку, если надо, в мутной воде потом. Что-то из этого выйдет. И мать эту дочь контролирует, она ей говорит, как жить, как делать, что делать, и надо, если, ну, ты с ним разведешься, за другого выйдешь замуж, когда будет подходящий вариант и так далее. То есть отношение как к товару, к дочери относятся как к товару и к мужу, к зятю, как к товару. Вот эти товарные отношения. Ну, кому это надо? Здоровый человек не хочет жить в таких отношениях. Я вижу, что вот эти потребительские отношения, оно практически везде. Поэтому мы же говорим о другом, о других отношениях, основанных на мудрости, основанных на любви, основанных на развитии. Люди, но, вот, прекрасно писала Марина Цветаева, люди должны встречаться для любви. Для всего остального есть книги. Вот у меня прекрасные книги, я еще сегодня процитирую, по психологии. Причем разные и классическая психология, не классическая психология, там, эзотерическая психология. эзотерика мне нравится, я вижу очень много здравого смысла там, потому что основа здоровая и основа это психологические законы, знания, очень полезные. Ну, пусть это обертка такая, там, ангелы, что-то такое, но в принципе знания это те же самые, психологические. Вот, так что отношения обязательно, обязательно должны человека вдохновлять. Вот два примера еще из жизни. Вот женщина, ну, примерно одного возраста. Вот одна женщина, которую муж поддерживает. Ну, небольшого надрывания, скажем так, да, но есть, творческий потенциал есть, он есть у каждого. И вот она становится художницей, дизайнером, певицей, снимает клипы, значит, такая вот активное участие в светской жизни. там газеты начинают о ней писать и так далее. все, это оплачивает муж. Муж ее поддерживает, оплачивает. И он помогает ей самореализоваться, раскрыть потенциал, чувствовать, чтобы жена почувствовала свою значимость в обществе, да, какое-то признание было. ну, пусть оно где-то и такое, как бы, ну, где-то искреннее, где-то нет, но, тем не менее, тем не менее. По крайней мере, интересная жизнь у нее, да, и действительно покупают у нее и картины, покупают, и одежду, и смотрят, говорят о ней, какие-то слова хорошие говорят и так далее, почему нет? Творчество, любое творчество, оно достойно внимания. И добрых слов. Вот у меня, вот, сзади меня картина, вот, танецкой художницы, да, вот, пожалуйста, как это здорово, вот, я рекламирую местных художников. Тоже, вот, творческий потенциал. Большой надо, надо развивать, раскрывать, еще больше работать, и будет успех, несомненно. Вот, это одна история. Муж поддерживает, дает деньги и всячески поддерживает творчество своей жены, раскрытие ее творческого потенциала. И другой пример, муж не поддерживает жену. И вот, она что? Вот, не раскрывается. она делает там что-то, но это все через такую борьбу, через сопротивление, через боль даже и страдания, да, потому что, ну, не понимают ее. Муж, самый близкий человек, не понимает. И вот, мечется она, не чувствует удовлетворенности, творческий потенциал не раскрывается так, как он мог бы раскрыться. Человек талантлив, талантлив, а вот страхи мешают, отсутствие поддерживающей среды. И в результате что? Вот буксует человек, да, сомневается в себе, а надо ли это делать, не надо, и тратит время на всякую ерунду, пустоту. Ищет, а где бы вот признание получить. и не ценит себя, конечно. Вот. Непродуктивные чувства и мысли, да. Сравнивает себя с другими. И так далее. Вот две модели. Поэтому очень, семья это прежде всего поддерживающая среда, прежде всего любовь. Там, где этого нет, к сожалению, капитализм отравил, отравил личные отношения, семейные отношения. И появилась просто вот как бы зависимость от человека, привычка, да, во-первых. И вот живут с нелюбимыми, терпят это все. Потому что в обществе так принято. В обществе принято, чтобы была жена, были дети. Другая модель уже как бы значит что-то с человеком не так, если он один. Да все так. Все так. Посмотрите, все великие посвященные были были одинокими людьми. У меня был профессор один, я учился, замечательный человек, 40 языков знал и очень был ну очень интересный человек, он был князем, так себя и называл князь, и он был на самом деле там последним кумыгским князем. и что он говорил, ну вот могло бы быть у меня там ну двое детей, ну и что, а так у меня вот сколько детей, он имел ввиду нас, своих учеников, вот сколько. И действительно вот эти школы зимние, летние, семинары, общение, и там у него была интересная жизнь тоже. Преподавание в ВУЗе, он еще там очень высокие общественные посты занимал на таком международном уровне, вот, интересная жизнь была. Он был как, вот, для всех был таким духовным отцом. Вот уже прекрасно. Духовный отец это очень много значит. Сейчас таких людей мало, их практически нет, не есть, но их очень-очень мало, ничтожно мало. А не нужны такие люди в обществе. Это люди, которые дают ориентиры, поддерживают вот эти ценности общественные, которым можно прийти, пообщаться, прикоснуться к очень важным таким, важным, экзистенциально важным знаниям, знаниям, энергиям, вибрациям, если хотите, частотам. Сейчас же в основном, ну вот потребительство одно, да, и игра, и какая-то вообще чушь собачья, по-моему, чушь. Все в чушь, все обесценено на самом деле, все превращено в какую-то чушь собачью. Вот я смотрю там на политиков, ну чушь, ну клоуны, ну, хотя клоуны, я очень уважаю клоунов, которые умеют повеселить, и они, они веселят, вот так вот называют политиков клоунами, да, на самом деле клоун это очень почетная профессия, работа, и у нас были великие клоуны, есть, вот, но это политики не клоуны, это просто, ну, какой-то, какие-то, я не знаю, какие-то, но не вызывают они смеха, даже, не вызывают положительных эмоций, клоуны это вызывают положительные эмоции, радость, это же творчество, там у политиков-то нет творчества, это алгоритмы, просто люди занимают должности, и все, вот эта структура придумана, да, система, алгоритмы, и они должности наследуют, даже, вот, там, отец, допустим, создает партию, является ее лидером, потом, уже, там, его ребенок занимает эту должность, его уже, да, при этом, способности-то есть к этому, лидерские способности, еще что-то, нет, ничего нет, просто, но есть этот алгоритм, есть эта структура, есть эта партия, да, и к ней привыкли, и вроде как она там чьи-то интересы защищает, и так далее, но это уже просто, просто алгоритм, привычка, вот, и люди живут по этим алгоритмам, так вот, друзья, процитирую кое-что, творите, исповедуйте, воплощайте свою истину, пропускайте любую новую информацию через фильтр своего сердца, помните, все то, что несет любовь и возможности для саморазвития и направлено на достижение наивысшего для всего сущего блага, исходит от духа или высшей истины, поэтому нужно осознать этот дух в себе, почувствовать его, эту высшую истину, вот это и есть святость, святость это что такое, это ощущение высшей истины, прикосновение к ней, это дух в вас, великий дух, когда вы, когда вы развиваетесь во имя чего, наивысшего блага для всего сущего, в первую очередь для себя, благо это что? Это вот счастье и есть, благополучие, когда вы, когда вы не болеете, когда вы здоровы, когда вы радуетесь, когда вы счастливы, когда вы улыбаетесь, когда вы смеетесь, когда вы хорошо спите, конечно, когда вы занимаетесь творчеством, Да? Да, вы любите себя. Да у вас все хорошо. А все то, что нацелено на управление, умоление и контролирование, или основано на страхе, не от духа и должно быть отброшено. Вот управление, да. Нами управляют общество. Посмотрите, сколько законов. Посмотрите, какие препятствия. Даже жалобу в суд подать, это столько препятствий. Нужно все соблюсти. Какие-то мелкие, мелкие самые требования. Управление, бесконечное управление. Запомните, что нами управляют с самого детства. Вот эти программы, которые в нас установлены, ментальные, негативные ментальные программы. Это тоже способ управления. Люди не осознают, они думают, что это их мысли и чувства. Нет. Это внушено все было. Это не случайно внушено. Те же негативные чувства. Для чего они с их помощью управляют людьми? Ненависть. Религия, да, это же основа-то ее ненависть. Первая заповедь-то какая? Не убей. Не убей, не укради. Кому это все обращается? Обращено. К убийцам? Вора. Значит, управление, да? Управление. Умоление, вот унижение человека, унижение. Вот человек унижен. Сейчас вот искусственным интеллектом человек унижен. Унижают человека, да? Мы не нуждаемся в тебе, потому что есть роботы, которые выполнят работу. Лучше. Так кажется. Человека от всего отстраняют. Вот это игнорирование человека, человеческой индивидуальности, умоления. Унизить человека. Вот самая главная задача любой власти. Унизить человека. Подчинить его себе. Это подчинение. И это с детства идет все. С детства ребенка что? Унижают, умоляют. Да? Вот. Подчинить. Чтоб он был удобным. Чтоб он не возникал. А так же не воспитывают. И у ребенка накапливается это все. Потом взрыв. Контролирование. Вот невротическое чувство контроля. Вот желание контролировать. Вот там, где есть желание контролировать, там нет высшей истины. Нет духа. У нас постоянный контроль. Постоянный контроль. Наши умы контролируются. Даже настолько контролируются, что многие даже не понимают этого. Как их контролируют. Все основано на страхе. Управление основано на страхе. В основном. Ну, есть, да, кнут и пряник. Есть еще и пряник. Вот ты вот это получишь, если сделаешь что-то тут. А надо тебе это или нет? Это уже не важно. Делать это. И вообще цели. Цели-то самые же примитивные. Самые дурацкие. Неразвитие ведь. Правильно. Непостижение высшей истины. Нераскрытие творческого потенциала. Вот страх. Страх. Человек боится. Все. Вот если вы боитесь, значит, вами управляют. Значит, вы живете в обществе больном. Если у вас есть страх. Вот страх потерять работу. Все. Система рабская. Если вы боитесь потерять работу. Значит, уже это далеко от справедливости. Далеко от гармонии, мира, любви. И так далее. Вот страхи. Страх это признак неблагополучия, отсутствия любви. Вот толстые люди. Толстые люди. Вот очень много толстых людей, я вижу, в политике. И они вот с виду добрые люди. На самом деле, это злые люди. Злоба у них. От злобы люди толстеют. Поэтому вот тоже обращайте внимание на внешний вид. Или худые. Худые – это страх. Худышки. Боятся. Боятся. Нормально для человека – это нормальное телосложение. Но у нас не понимают этого. Думаю, что толстый человек – он добрый. Хорошего человека должно быть много. На самом деле, человек просто вот подавил в себе эту злобу и обманывают людей, и мститы. Вот я знаю таких людей, которые мстят просто. Обществу. Вот они полные. Дальше. Не принимайте застарелые, ограничивающие мысли и верования массового сознания. Наподобие. Мы движемся к концу света. И грядет либо Армагеддон, либо глобальные катаклизмы. Ограничивающие мысли, верования массового сознания. Вот все, что массовое, массовая культура, масс-медиа, политика, масс-маркет. Это все ограничивает человека. Ограничивают. Застаревшие мысли. Верования. Мы тоже обусловлены своими ложными убеждениями, своими верованиями. Вот, понимаете, вот проработать это все, это вообще такой классный труд. Классный труд. Проработать свои ложные убеждения, ложные верования. А вообще, самая-самая прекрасная работа, которая только может быть. Избавиться от негативных ментальных программ. Вот у нас есть великая видеокнига «Перемену жизни. Паноптикум чувств». Вот приобретите ее, она, ну, доступная цена, доступно, все. Но это бесценно. Вы проработаете, вы просто испытаете инсайты, и вы избавитесь от этих ложных убеждений своих. И будете свободными людьми. Потому что перемены в жизни, да, они достигаются путем освобождения. Если вы в том же состоянии находитесь, то тоже мировоззрение. Так у вас ничего не поменяется. Сначала меняется мировоззрение. Вот эти массовые сознания, да, верования. Вот Армагеддон, конец света. Вот у нас интервью там с бывшей монахиней православной. Вот она, что, запугана была, да. Массовое сознание. Армагеддон грядет, конец света, испугалась. Глобальные катаклизмы. А Библия же, а вся об этом. Люди усвоили это все. Боятся. Вот, с помощью страха подчинили себе. Вот она 17 лет тряслась от страха. Церковь боялась. И потом пришло прозрение. Где Армагеддон обещанный? Между прочим, это не только православие. Там свидетели Иеговы. Тоже обещали конец света и даты назначали. И что? Ничего. Люди обмануты были. В Библии сказано, пророк, пророчествующий ложный, должен быть побит камнями. Это все лже-пророки. Лже-пророки. Поэтому настоящий пророк, я вам скажу так, что настоящий пророк, это пророк для самого себя. Вот, самосбывающееся пророчество. Вот. Поэтому напишите свою судьбу. Напишите свою судьбу сами. Сами станьте для себя пророками. И обязательно все сбудется. Вот я пророк для самого себя. Я пишу свою судьбу сам. И поразительно, какие события в моей жизни происходят. Замечательные просто. Как я вспахиваю это поле. Ментальное. И зерна себе. И какие плоды я получаю. Да, всходы плоды. Удивительные. Удивительные. Станьте для себя пророками. Самосбывающееся пророчество. Да, это... Это очень серьезно. Не обращайте внимания на устаревшие концепции о болезнях, отношениях, массовых кармических событиях, предсказаниях или рассказах о глобальных разрушениях. А нам это постоянно все втюхивают. Талдычит об этом. Вот сейчас болезни, болезни постоянно. Люди уже заболевают от одних мыслей о болезнях. Причина болезни – наши мысли. Все чисто психосоматика. Поэтому самая главная система – это нервная система. Это иммунная система. Это надо поддерживать и об этом надо думать. А нервы – это что? Это чтобы были хорошие нервы, человек должен быть спокойным. Спокойствие. Спокойствие, да, двигательная активность, положительные эмоции, любовь. Саморазвитие, радость новизны, мировоззрение правильное. Отношения тоже. Вот об отношениях. Человек обязательно должен там замуж выйти или жениться. Не должен. Не должен. Вот понимаете, когда вы встретите человека. Ведь люди встречают человека. Ведь мы встречаем тех, кто есть уже, чей образ уже есть в нас. И вот люди встречают, как правило, людей своих вибраций, своих частот. Мы можем встретить в жизни людей более высоких вибраций и частот, но мы их не заметим. Мы просто мимо пройдем. А мы встречаем вот наших частот. Если вы не встречаете человека никакого, значит работайте над собой. Значит, не время еще. Все, что с нами происходит, с нами происходит не случайно. И одиночество человеку дано для того, чтобы он подумал о себе. И это прежде всего. Надо проработать себя. Развиться. И найти источник счастья в себе самим. Тогда, потом уже вы встретите человека. Поэтому одиночество это награда. Это счастье и радость. Вы можете работать над собой. Но поскольку люди себя не ценят, поскольку люди обусловлены, то одиночеством они тяготятся. Ну а если вы тяготитесь собой, а ведь одиночество что это? Это ощущение внутренней пустоты. Пустышки. Товар. Отношение к себе, как к товару. Вот что такое одиночество. Чувство одиночества. У меня такого чувства нет. Наоборот. Я наполнен. Столько интересных дел. Столько всего. Боже. Книги. Мышления. Психология. Консультирование. Ролики. Музыка. Песни. Стихи. Картины. Прогулки. Плавание. Тренажерный зал. Общение. Мне не скучно. Я живу в настоящем моменте. Здесь и сейчас. Осознаю все, что со мной происходит. Все свои мысли. Все свои чувства. Эмоции. Оттенки этих чувств. Потрясающе. Потрясающе. Интересно. Массовые кармические события. В предсказаниях или рассказах о глобальных разрушениях. Значит, все эти новости в СМИ о глобальных катаклизмах и разрушениях служат для чего? Для того, чтобы держать людей в страхе, в подчинении. Вы обладаете правом свободного выбора и более могущественно, чем вам кажется. Если вы стремитесь воспользоваться и жить своими собственными представлениями о саморазвитии, изобилии, отменном здоровье и жизни в радости, то вы действительно вышли за рамки массового сознания и массовой кармы. Все. Значит, выйти за рамки массового сознания. Выйти из матрицы. Стать индивидуальностью. Например, вот для меня, допустим, ну, такое зрелище грустное, когда я вижу похожих людей друг на друга. Не внешне, не то, что там близнецы. Да даже внешне, да даже внешне, честно скажу вам. Внешне. Даже внешне похожи. А уж про программы, вот как у нас тут, да. Я ненавижу людей. Пишет один. Вторая. Я тоже ненавижу людей. Третья. И я ненавижу людей. И все, и все как скопом начинают ненавидеть людей. А вы где находитесь? Уже находитесь среди людей? Вы сами же, представители рода человеческого, себя ненавидите. Что вот? Вот ненависть может объединять, оказывается. Токсичность, отравленность. Вот как люди курят там все в курилке, да, что-то там так накурят, что топор можно вешать. Вот. Травят себя или там пьют все вместе. Вот. Утопают там в море водки, да. А потом что они начинают делать? Да убивают друг друга. И все. Потому что это закономерно. Начинают друг друга уничтожать. Вот. Ну и сначала, конечно, признаются, что ненавидят друг друга. Ну слушайте, ну так мы... А это все массовое сознание. Тоже катастрофическое сознание, да. Глобальное разрушение человечности. Вот. То, во что люди поверили. Так что не использовать вот эту свою могущественность. А могущественность что? Свободный выбор. Выбор. Ну я вот исхожу из того, что свободный выбор, это всегда выбор благо. Хорошего для себя. Это выбор любви. Там, где нет свободного выбора, люди выбирают худше. То есть они не выбирают. Выбор это всегда выбор хорошего. А там, где плохое, там люди не выбирают. Там нет свободы. Поэтому столько негатива. Жить своими представлениями, своим умом. Вот это очень трудно. Очень сложно. А саморазвитие. Вот я вижу так. И как я, вот как я развиваюсь, я вижу, что вот, я говорил об этом в предыдущем ролике, вот разные уровни, разные уровни развития. И все способствует моему развитию. Поразительно. Вот с чем бы я не имел дело, там, с судебной системой, с исполнительной властью, да, с законодательной властью, с какими-то общественными движениями, организациями, с идеологиями. Все способствует моему развитию. Потому что сталкиваясь с идеологией ей, одной, другой, третьей, да, вот одна идеология это говорит, а другая это. Вот я думаю, ну она же противоположная какая, а где же тут истина? Я ее, я ее начинаю искать. Или вот, допустим, конституция, да. Почему так за конституцию власть-то ратует? По одной причине. По конституции власть не несет никакой ответственности за свои решения. Это выгодно. И людям внушают, конституция, конституция, основной закон страны. А что в этой конституции-то самое важное и главное? Что власть не несет ответственности. Вы за конституцию? Да, мы за конституцию. Мы за безответственность власти. Все. Вот что надо знать. И опять управление. Опять контроль. Управление закона, с помощью законов управляют людьми, да. Там, где управляют, контролируют, а там нет этого рая на земле. Мы можем жить в раю, на земле. Для этого нужна не конституция. Для этого нужна любовь. Любовь. А про любовь в конституции ничего не сказано. Любовь это и лучшее лекарство, и естественное состояние ума человека, естественное здоровое состояние сознания. Ничего про это. Но все про власть. Так что, собственные представления, да. Вот и все анализировать. И все, как бы вот это пишут, а вот реальность. Давайте сопоставлять, сравнивать. Мы увидим, как это отличается. И что, для чего вообще нужен язык. Язык, оказывается, нужен для того, чтобы обманывать людей, и чтобы обманываться самим. Вот дети, например, да. Ну, что они вот эти кодированные сообщения посылают взрослым. У них как бы, но это как бы форма обмана, потому что они не говорят действительно, что они чувствуют, думают. А взрослый должен разобраться в этом. Для этого у взрослого должно быть много ума и времени свободного. А ума и времени это и не хватает, как правило. Потому что есть там, ну, если мы говорим о школьных учителях, программа, да. Вот надо это успеть. Отстанешь, тебя в хвост и в гриву еще, у учителя в хвост и в гриву, да. И родители, и администрация школы, и и Министерство образования. Ужас. Ужас. Вот. Контролировать. Значит, контролируют учителей. Ну, в таком контроле, ну, конечно, все невротики. Конечно, все будут плевать и плеваться и не захотят работать в этой сфере. Контроли, управление. Все. Ну, вот роботы сами же, сами же соглашаются быть роботами. Люди не сопротивляются. Понимаете, вот мы, я говорил об этом тоже, и не я один, мы недооцениваем силу глупости. Она огромна, она огромна. Просто. В силу инерции она огромна. И это вот осознать это, значит, что-то, тогда что-то будет меняться, пока мы не осознаем. Должны, вот действительно, какие-то тектонические сдвиги произойти должны. И нужно титанический труд проделать над собой, чтобы выйти из этих рамок массового сознания. Школа это тоже массовое сознание. она формирует людей массового, массового человека, массового сознания. Поэтому дети невротики и жить не хотят, и вот на грани срыва. Ну и, конечно, нет радости. Конечно, нет. изобилия нет, Ну, мир это изобилие, почему бедные тогда существуют? Вот массовое сознание. Не хотят, чтобы люди были богаты. Желают их контролировать и управлять. Тот, кто не желает контролировать и управлять, дает возможность всем быть богат, богатеть. Вот об этом я хотел сказать. Так что самое важное, резюме какое. Живите собственными представлениями о саморазвитии, об изобилии, отменном здоровье и жизни в радости. Если вам хорошо одному или одной, так и живите. Если вы встретите человека на тех же вибрациях, вот, тогда вы просто усилите эти вибрации свои, но не нужно уступать и не надо страдать. Вы можете жить по-настоящему в раю на земле, в раю, созданном вами самими. Это реально. создайте свой рай и встретите человека, который тоже в раю живет и будете счастливы. Где Адам встретил Еву? Где он ее встретил? Он ее встретил в раю, запомните это миф, но миф он очень я считаю, что этот миф очень архетипичен, во-первых, а во-вторых, эвристичен. Люди должны встречаться в раю, когда у них райское состояние сознания, райское состояние души, когда они знают, что такое рай. Вот встретятся там. Поэтому ознакомиться нужно в состоянии когда вам хорошо, когда вы счастливы, а не когда люди несчастны и вот они хотят быть вместе, вот как в притче про дикобразов у Артура Шопенгауэра. Вот он пишет о том, что когда дикобразам холодно, они что? они хотят согреться и они стараются быть ближе друг другу, чтобы теплом своих тел согревать друг друга, согреть друг друга, чтобы они не замерзли, не окалели и не умерли. Но чем ближе эти дикобразы становятся друг другу, тем сильнее впиваются их иголки друг в друга, им больно становится, и они хотят разбежаться. Вот эта метафора невротических связей, токсичных отношений, вот из жалости, никогда не надо жениться из жалости. вы пожалели эту девушку какую-нибудь, а потом или парня, мужчину, женщину пожалели, а потом вы получите просто обратно, потому что вас уже надо жалеть, но вас никто не пожалеет. Этот человек вас не пожалеет. Запомните, нельзя строить отношения на жалости. и значит, что вот, поэтому в отношения нужно вступать прокачанными, да, в ресурсном состоянии, в состоянии счастья, когда вы обрели это счастье, любовь, вы знаете, что это такое, что такое рай. И два человека это знают, и им хорошо тогда будет, тогда они будут друг для друга поддерживающей средой, тогда отношения будут основаны на любви, на мудрости, тогда женщина не будет просить себе лишнего, требовать лишнего для себя, и вообще ничего не будет требовать, и никто ничего не будет должен друг другу, а отношения будут основаны на принцип безусловной любви. Я тебя люблю, и я тебе благодарен или благодарна, что ты со мной. Вот, но если тебя не будет, то что ж, я все равно люблю тебя безусловно, как личность, ну, и все, и все. Мне хорошо и с тобой, и без тебя, потому что я для себя источник радости, счастья и любви. Вот и все. Вот на этом должно строиться, на этом должны строиться отношения, а не на ты мне, я тебе, не на потребительстве, не на товаре, я к тебе как к товару отношусь, и я сама товар, или сам товар. базар. Не на понимаете, рыночные отношения, сейчас заменили личные отношения, интимные, близкие, душевные отношения, вот в чем проблема. Это, конечно, это убивает любовь, убивает чувства. и травмируют людей, травмируют, отсутствие любви всегда это травма, отсутствие любви травма, психотравма это отсутствие любви, поэтому когда нет любви, люди травмируют друг друга. Я не осуждаю это, я сразу хочу сказать, потому что люди заслуживают всего, что с ними происходит. Да, может быть это прозвучит как-то безнадежно, но люди заслуживают и они хотят сами этого, и они извлекают свои уроки. Наконец они понимают, что такое любовь. Не когда теряют кого-то там, нет, когда теряется это состояние ресурсное, приходит депрессия. Человек в принципе не важен. Мы все знаем прекрасно, что часто человек любит не потому что другой этого заслуживает, а потому что ему хочется любить. Чаще это люди не заслуживают любви, я об этом тоже говорил. Заслуживает любви только тот, кто сам любит. Либо мы вообще не любим, а за любовь мы выдаем чувство жалости, желание спасать. Вот как спасают алкоголиков, они думают, что они любят, жены алкоголиков, думают, что они любят. На самом деле это не любовь, это игра в спасателя. И вот они спасают, спасают, а муж пьет и пьет, пьет и пьет, деградирует и деградирует, она она спасает и спасает. А наши люди думают, ну какая женщина, какая, да она просто, да, как она его любит, это ничтожество этого алкаша, забулдыгу, пьяницу, отброса, вот это любовь, а на самом деле, что, это минус первый уровень треугольника Карпмана, преследователь, жертвов, спасатель, она его спасает, потом она же его и преследует, ах ты сволочь, я на тебя там всю жизнь свою потратила, ты там пропил все, бутылку применял, то есть меня на бутылку применял, токсичные отношения, вот преследователь, жертвов, спасатель, и на самом деле она просто не испытала то, что должна испытать женщина настоящая, не почувствовала себя женщиной, она спасателем была, работа спасателя, все, такое вот МЧС, семейное МЧС, она не развилась, не стала королевой, не стала принцессой, не стала женщиной настоящей, не раскрыла свой потенциал, женский, творческий потенциал, не жила в радости, может там какие-то моменты один, но когда спасала, может быть, она чувствовала радость, но потом это опять, но это какая радость, это же, радость это свобода, это отсутствие зависимости, когда не надо никого спасать, как раз, радость это, это когда ничего не надо, вот у нас думают, вот я приобрету, как в том анекдоте, значит, любимый сон женщины, что ее будет муж и говорит, милая, просыпайся, пора идти за покупками, общество потребления, да, вот радость подлинная, это когда тебе ничего не надо, когда ты абсолютно независим, ни от чего, и ты осознаешь, что у тебя есть ты, и все в тебе, и тебе хорошо самим собой, очень круто, вот мне тут сны снились, такие яркие, кстати, уехал, для этого мне пришлось уехать из Сталина, за город, и там мне снились сны потрясающие, потрясающие, надо почаще выезжать, такой калейдоскоп, боже мой, ну что может с этим сравниться, ну, может быть, общение там, какое-то очень интересное, глубокое, медитативное, то есть, я и наяву, и во сне, я испытываю невероятные переживания, потрясающие просто, которые меня одухотворяют, крылья мне дают, у меня крылья вырастают, как интересно, вот можно так жить, оказывается, мудрость, любовь, разум, критическое мышление, осознанность, медитация, гипноз, гипноз, гипноз есть положительный, есть отрицательный, вот сейчас, вот это массовое сознание, это массовый негативный гипноз, а есть гипноз совершенно другого рода, который наоборот, удаляет негативные ментальные программы и устанавливает позитивные ментальные программы, настраивает на позитивное мышление, и вы после вот этих сеансов гипноза уже интуитивно, подсознательно, бессознательно делаете правильные решения, принимаете правильные решения, делаете выгодный для себя выбор, свободный. Спасибо огромное за внимание, пожалуйста, задавайте вопросы, пишите, обращайтесь, мы все проработаем, будем говорить обо всем, самое главное, полюбите себя, конечно, полюбить себя, это значит уделять время себе, своему ментальному здоровью и физическому здоровью, своей душе, своей душе, она очень много требует, на самом деле наша душа требует очень много внимания и времени, очень много. Я сказал о том, что сон, для чего сон нужен, сон повышает сонность жизни, он он нас укореняет в бытии, мы благодаря сну мы хотим жить, если вот недосып часто, сопровождается как раз вот упадком сил, негативными эмоциями, нежеланием жить, усталостью и так далее. поэтому, вот сон, например, медитация, кроме сна, это медитация еще, час-два, дальше, это чтение, конечно, чтение, человек, человеку постоянно необходимо мыслить, я не говорю сейчас про вот это, over thinking, когда человек все время думает, как правило, over thinking, это имеет такую негативную, негативную коннотацию, когда вот эти навязчивые мысли, когда вот все плохо у человека, но это не имеет отношения к мышлению, наоборот, мышление, когда вы мыслите, думаете о чем-то, это хорошо, и главное, чтобы было практическое, практическое измерение, то есть вы думаете, для чего, чтобы решить какую-то проблему, какой-то вопрос, найти решение, найти выход, то, что способствует саморазвитию вашему, поэтому вот я, для меня ценность консультации, например, состоит в том, что передо мной ставят вопрос, проблему, я нахожу ее решение, ну мы вместе находим, да, но понятно, что тут работа психолога, она огромна и бесценна, в том плане, что, то, что сам человек не видел, психолог помогает увидеть и осознать, это очень круто, это очень круто, очень круто, ну и, конечно, не надо прямо все время думать, надо и давать своему уму возможность отдохнуть, и это может быть и, там, смена деятельности, как правило, да, вот, активная, то есть физическая активность, вот, сочетать ее с интеллектуальной активностью, эмоциональная активность, да, вот эта музыка, например, на живопись, созицание, прекрасного, общение с природой, поездки, путешествия, смена обстановки, так далее, вот, спасибо за внимание, до новых встреч, пишите, пишите мне на e-mail, кстати говоря, e-mail вы найдете в разделе о канале, напишите мне, что вы думаете о роликах, как они вам помогают, как вам помогают наши книги, наши психотренинги, наши лекции, напоминаю, что спонсорам нашего видеоканала доступны очень глубокие, хорошие, интересные, полезные, эффективные лекции по психотерапии, них читает доктор Кук, наш известный психотерапевт, лидер нашего видеоканала, и цель этих лекций способствовать вашему развитию интеллектуальному, психологическому, формированию психологической культуры, и чтобы вы стали для себя психотерапевтами, чтобы вы были эмоционально здоровыми, психически здоровыми людьми, ну и, следовательно, и физически здоровыми тоже, потому что все психосоматика, все наши болезни от наших мыслей, научиться мыслями управлять, чувствами управлять, это первейшее, чему нужно научиться, это самое главное, поэтому не учат, потому что хотят управлять вашими мыслями, чувствами, манипулировать, поэтому мы живем в мире манипулятивном, и поэтому мы несчастливы, мы и больны, ну и 90% больных людей, несчастных, страдающих, научиться самостоятельно, поэтому вот это и есть сверхзадача, стать для себя психотерапевтами, и мы в этом помогаем от всей души, и очень хорошо мы это делаем, и действительно мировой уровень, я вот не побоюсь сказать, что у нас мировой уровень обучения, это неформальное обучение, и люди платят огромные деньги за то, чтобы учиться на курсах, за курсы платят, у нас тоже есть курсы, допустим, курс по гипнотерапии, есть и гипнозу, вы можете его приобрести, тоже смотрите описание к данному видео, но есть и то, что гораздо дешевле, это лекции, которые вы можете получить, просто став спонсорами канала за 1 евро, или 5, или 20, это уже от вашей, от широты души вашей зависит, и от чувства благодарности, да, но 1 евро и в месяц, и смотрите эти ролики, уже там 150, по-моему, ну и мои выступления, там тоже, вот сейчас, сейчас я уже заканчиваю, последний эфир будет посвящен теме прощения себе, и о том, что как исцеляться с помощью мыслей, вот в частности, бездетность, как женщина не может, некоторые женщины не могут забеременеть, как забеременеть, поменяв просто свои мысли, вот об этом я буду говорить в следующем прямом эфире, который по окончанию будет доступен нашим спонсорам замечательным, спонсор это человек, который не не жалеет денег для того, чтобы чувствовать себя сильным и уверенным в себе, и получаете для себя бонусы, и учиться, вот кто такой спонсор, это человек, который постоянно учится, постоянно и постоянно демонстрирует себе свою волю к жизни и свое преимущество быть уверенным в себе и быть собой, вот, до новых встреч!